всем привет друзья с вами снова александр и сегодня вам расскажу о новом кресле которая появилась в ассортименте магазина мир автокресел это кресло от компании чико моделька у нас полное название у нее чико fold and go ай сайс я даже взял чтобы правильно его вам назвать шпаргалочку себе вот это кресло на рынке на самом деле минимум конкурентов у этой модельки есть еще одна моделька в ассортименте мир автокресел похожая на нее ссылку я постараюсь добавить в описании что вы могли посмотреть и сравнить вот но эта моделька мне кажется более основательной немножечко вот это кресло категории 23 с 15 килограмм до 36 по простому от 100 сантиметров и уже до победного конца менять вам больше его не придется и что интересно именно в этой модели отличие от другой похожий на нее это кресло соответствует стандарту ай сайс получила на адаке вообще ну на адаке есть это уже огромный плюс получила хорошие оценки по безопасности именно по безопасности хорошая оценка а так в целом 3 балла но и 3 балла это на самом деле для такой конструкции это обалденный результат вот и это кресло очень хорошо подходит именно для путешествий потому что элементарно летим или едем и куда-нибудь в европу сейчас понятное дело сложно куда-то попасть но допустим вдруг случилось так что мы поехали вот брать в аренду кресло в европе это реально дорого и дают в основном ушатанные какие-то непонятные кресла которые вообще не стоит даже близко брать и в таком случае чтобы ребенок был в хорошем все-таки кресле и именно в своем кресле можно взять такое кресло с собой большой чемодан она но поместится еще и место останется на самом деле и это будет выгоднее чем брать там кресло в аренду потому что просто один чемодан перелет стоит гораздо дешевле чем один день даже кресло там в аренду но не один может быть 2 вот соответственно даже если вам не нужно путешествовать это очень неплохой мобильный вариант когда переставляется с машины в машину очень удобно сейчас модно вот этот вот удобно точнее горят каршеринг разных компаний когда нет машины но кресло нужно и не хочется где-то его постоянно искать для поездки вот складное кресло которое можно брать с собой в каршеринг на поездке я покажу в конце как она складывается собственно давайте разберем что это за такое креслице визуально можете вот оценить его здесь кстати есть соответственно дополнительная боковая защита стандарте айсайз она должна быть обязательно потому что требования у айсайз стандарта очень высокие и боковая защита должна быть очень хорошая установлена боковая защита дополнительная которая при боковом дтп гасит энергию удара дополнительно перед тем как энергия удара уходит на сам каркас вот это очень удобно также в кресле у нас из безопасности дополнительных фишек есть вот такая вот конструкция которая позволяет приблизительно на 30 процентов снять нагрузку с паховой зоны от ремня взрослого а вот эта накладочка на ремень я сейчас одену покажу убирает нагрузку с плечевой зоны ребенка и то есть только в топовых европейских моделях от того же ремера без сейф компании но это уже самые лучшие на рынке кресла и вот эти технологии позаимствованы оттуда вот соответственно по безопасности этому креслу можно доверять можете вообще даже об этом не думать если вам нужно для коршеринга вообще идеально ну и она на самом деле недорогое относительно кресла поэтому здесь как бы она и без всяких там коршеринга и путешествий тоже вполне себе очень годная так давайте я сейчас пристегну его ремнем покажу как вот эти вот штуки работают и вы поймете как это работает пристегиваем видите у нас этот ремень прошел снизу вот здесь тут проводим сверху верхнюю часть ремня одеваем накладочку она на рапучке вот таким образом у нас фиксируется вот и так это работает это у нас получается в зоне где шея и плечо это паховая зона и при дтп от ремня дополнительно защищает ребенка ремень все таки на самом деле тоже травмирует ребенка и неплохо так достаточно сильно поэтому эти вещи не бесполезны так уберу пока это нам сейчас не нужно для просмотра кресла единственное смотрите когда вы регулируете высоту ребенка и подголовника для ребенка имейте ввиду расстояние вот подголовника и голова соответственно здесь и при расстоянии от подголовника до плеча не больше двух пальцев и желательно не меньше одного это то самое расстояние когда ремень проходит правильно по плечу по груди если мы поднимем выше ремень сдвигается автоматом на горло это очень опасно так никогда не делайте следите за этим собственно здесь разобрались все понятно кстати по тканям очень хорошие материалы все дышащие все вот тактильно хороший дорогой материал используется вообще без вопросов и казалось бы она выглядит таким тонковатым но она очень мягкая мягкий подголовник мягкое сиденье далеко не во всех креслах смотрите какой ход прям очень неплохо спинка мягенькая боковушки мягенькие она не какой-то кондовая в общем с материалами все четко и нормально по посадке вопросов у меня в принципе тоже нет так здесь есть система изофикс а вот она у нас чтобы я вытащить нажимаем кнопочку и высовываем потом пристегиваем к автомобилю если есть изофикс в автомобиле пользуйтесь если нет просто не не достаем его пристегиваем просто вместе с ребенком как говорится кресло ремнем взрослым и это тоже нормально так дальше у нас что у нас регулируем вот таким образом у нас регулируется кресло и регулировка нам дает наклон возможность наклонить чем дальше мы отодвинем кресло от спинки автомобильного сиденья тем больше у нас появляется освобождается свободный ход кресла ребенок дальше может наклониться облокотиться и угол наклона соответственно увеличивается если задвигаем она просто упрется в это кресло автомобильное дальше уже ему двигаться некуда вот чтобы отстегнуть нам выдвигаем и здесь у нас такие кнопочки отстегиваем собственно и все это что касается установки крепления здесь все понятно и и самая главная фишечка этого кресла так как регулируется по высоте все понятно здесь у нас сверху кнопочка и вот здесь еще кнопочка благодаря которой мы можем это кресло вот так вот сложить и получается вот она у нас в сложном виде и в хороший большой чемодан это кресло спокойно умещается и можно соответственно с ним путешествовать транспортировать его как-то что-то в конце 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 концов если каршерингом просто какой-то чехольчик используем и переносим в какой-то сумке поэтому почему бы и нет очень достойная интересная затея так по большому счету все что хотел вам рассказать рассказал для чего она больше всего подходит тоже сказал если для себя вы это видите в своей эксплуатации то обратите обязательно на него внимание ну и в принципе она даже без каршеринга и путешествий повторюсь очень неплохое кресло цена-качество соотношение как по мне очень даже нормальная ссылку на него тоже в описании на мир автокресел добавлю вниз в описании пройдите посмотрите можете даже заказать мире автокресел два кресла вам привезу два вы выберете какое-то одно и другое курьер просто заберет и уедет собственно и все если обзор вам был полезен интересен ставьте свой царский жирный лайк обязательно подпишитесь на канал это очень помогает мне для вас сделать больше видео обзоров и хочу пожелать вам хорошего грамотного выбора кресла для ваших детей и удачи на дорогах до свидания